Что можно и что нельзя делать на Троицу? Троица – это один из самых почитаемых и любимых в народе праздников. Если правильно провести этот день, можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучию. Троица ежегодно празднуется на 50-й день после Пасхи. В церковной традиции празднование посвящено воспоминанию одного из важнейших событий евангельской истории – сошествия Святого Духа на апостолов. Как сказано в Новом Завете, перед вознесением на небеса Христос пророчествовал ученикам, что снизойдет на них Святой Дух. Так и произошло спустя 10 дней после того, как Спаситель во плоти вознесся на небо. Апостолы, находящиеся в комнате, где проходила тайная вечеря, услышали великий шум, а затем узрели пламя, разделившееся на несколько частей. Каждый из апостолов воспринял благодатный огонь. И случилось чудо. Ученики Христа получили способность понимать все языки мира, дабы проповедовать среди разных народов. На Руси Троицу начали праздновать спустя три столетия после Крещения. Праздник стал одним из излюбленных православных торжеств и тесно соединился с народными традициями. В народном календаре он входит в семицко-троицкий праздничный комплекс. Дню Святой Троицы предшествуют зеленые святки, длящиеся в течение недели, а также семик. Сам праздник Троицы имеет множество как церковных, так и народных установлений, запретов и обычаев, которые соблюдаются издревле. Что можно делать на Троицу? Подготовку к Троице следует начинать загодя. Это большой и важный праздник, поэтому дом заранее приводит в порядок, избавляясь от грязи и ненужных вещей. Накануне Троицы также можно начинать готовить праздничные блюда, важной составляющей которой является выпечка. На Троице традиционно украшают дом березовыми, кленовыми и рябиновыми ветвями. Селень считается символом возрождения, постоянного обновления жизни, поэтому ей придается большое значение. Даже священники в День Святой Троицы проводят службу в облачениях зеленого цвета, символизирующего созидающую силу Святого Духа. Полы храмов и домов по традиции устилаются свежескошенной травой. Согласно распространенному обычаю, уходя из церкви в этот день, можно захватить с собой несколько веточек, служивших в качестве украшения, и унести домой. Они станут надежным оберегом от болезней, невзгод и ссор. Считается, что травы в этот день наделены особой силой, поэтому на Троицу можно собирать лекарственные растения, дабы пополнить запасы на весь последующий год. Обычай был очень распространен в древности. Согласно традиции, на Троицу следует накрыть праздничный стол и побаловать домочадцев выпечкой. Есть поверье, что мать незамужней девушки должна сохранить один кусок свежеиспеченного пирога времени, как дочь будет выходить замуж. Тогда семейная жизнь будет счастливой и не омраченной серьезными проблемами и невзгодами. В этот день разрешается молиться о тех, кто ушел из жизни неестественной смертью, а также без вести пропавших. Во время службы священник читает молитвы об упокоении души всех усопших. Церковь категорически запрещает гадания, однако в народе, несмотря на запрет, всегда бытовала такая традиция. На Троицу принято было гадать на замужество. Девушки плели венки из трав или березовых ветвей и пускали их по реке. Если венок прибивало к берегу, значит время семейной жизни еще не пришло. Что нельзя делать на Троицу? Везапрет действует в любой христианский праздник. Ни в коем случае нельзя ругаться, злиться, злорадствовать и грешить. Предствуются благие дела, мощь нуждающимися и примирение с теми, с кем вы находились в ссоре. Считается, что ветви, которыми на Троицу украшают дом, нельзя выбрасывать. После Троицкой недели, то есть последующих за Троицей семи дней, зеленое убранство нужно сжечь. Праздник Святой Троицы не принято заниматься тяжелым физическим трудом. Это особенно касается возделывания земли. Родная традиция гласит, что на Троицу нельзя купаться. Бытовалам поверье, что в этот день активизируются русалки, которые только и ждут, чтобы утянуть нерадивого пловца за собой. Также праздник Троицы считается неблагоприятным днем для свадьбы. По поверью, брак будет тяжелым и не принесет супругам счастья. А вот сватовство в этот день приветствовалось. Узнав больше о народных приметах, вы сможете избежать неудач и сделать каждый свой день благополучным. Мы желаем вам радостного и светлого праздника. С вами был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, у нас выходит много интересных видео.